Добрый вечер, уважаемые телезрители! Мы продолжаем цикл предвыборных дебатов на телеканале НТС. В студии Лидия Посларь и из четырех приглашенных представителей политических партий, либерал-реформаторов, коммунист-реформаторов, народного движения «Антимафия» и «Патриотов Молдовы» к нам приехал Андрей Николаевич Миронов, партия «Патриоты Молдовы». Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые граждане Молдовы! Особенности Тараклии, так как мы находимся на территории Тараклийского района. Добрый вечер, Андрей Николаевич! В общей сложности у вас будет 20 минут. Я предлагаю вам 2 минуты в начале, для того, чтобы обратиться к жителям нашего района, города. И по одной минуте, и одну минуту на финальное обращение. Вы можете начать с приветствия. Ваши 2 минуты, пожалуйста. Именно что с приветствия вы хотите услышать от меня? Что вы можете рассказать о вашей партии, о вашей предвыборной программе? Нашей партии, что я могу сказать, и по предвыборной кампании нашей партии. Мы уже сколько находимся? 23 года. У нас как независимость. И хорошего ничего не было до сих пор. Я думаю, что не будет. Тем более, когда власть взяли путем переворота. Кто сейчас у власти? Вы не хуже меня знаете. Почему они стараются к Европе потянуть людей, обмануть? Повсюду ложь и обман. Надо смотреть реально на вещи, а не жить с иллюзиями. Нам нужен только не Европейский союз, а Таможенный союз, Евросоюз. Так как, во-первых, рынок сбыта для нашего населения, для фермеров, вообще продукции. Евросоюз никогда не примет нашу продукцию. Не принимал до сих пор, и ее не примут, потому что она не пройдет госстандарты, потому что у них у самих очень завален рынок сельхозпродукции. Так как Россия закрыла полностью для них ввоз их продукции. И что ожидает и нас в будущем, если мы не вступим в Таможенный союз, так же и для нас закроется данный рынок сбыта. И наши граждане просто останутся без доходов. У нас и так маленький доход у населения. Пенсии вообще мизерные. Люди всю жизнь работали и получают по 700, от 700 до 1000 лей что-то. Разве пенсии? Да и поднять не могут ни зарплаты, ни пенсии. Людям никогда их не поднимут, потому что у самой Молдовы как таково нет ничего. Неприродных ископаемых. Откуда взять? То, что были фабрики, заводы, их разрушили. Что можно было разрушить, они разрушили. Что нельзя было, и то разрушили. Продали. Молдова практически умерла. Поэтому нам нужен Евразийский союз для того, чтобы развивать Молдову в будущем. Иметь тесные связи с Россией, потому что Россия единственная страна в мире, которой богаче этой страны нету на земном шаре. И никогда не было и не будет. В России есть все. Вот на данный момент далеко не будем ходить. Подписали с Газпромом договор. Заключили договор соглашения на 2015 год, что снизят на газ на 22 доллара, насколько мне известно. Это сейчас не зряет. Но если мы вступим в Евросоюз, какой-то они там начали действующие власти, что там третий энергетический проект. Какой третий энергетический проект? А нет, вот людям, я даже не знаю, как правильно сказать, это даже не туман, это не иллюзия, не знаю, как это сказать. Правильно выразиться, чтобы не обидеть и действующие власти, что якобы там с Яша будут газ в Молдову. Откуда может быть в Румынии газ, если Румыния сама питается за счет России? Если Румыны будут нам продавать газ, естественно, они уже будут как посредники. И цены, естественно, будут возрастать, а не понижаться, как на данный момент делает Россия для нас. Что вот начинается какое-либо демонстрации. Всегда ведут пиатса Марио Дунарии, всегда ставят в пример Штефана Чалмари. Посмотрите на Штефана. Я не могу оспаривать, что он там святой. Мне не дано такое право. Если он причистен к лику святых, значит, есть на то основание. Андрей Николаевич, извините, я вас перебью. Вы сказали, что наше будущее – это только в таможенном союзе. Но так или иначе было подписано соглашение об ассоциации с Европейским союзом не так давно. И он предполагает какие-то обязательства. То есть выбранный внешнеполитический вектор нашей страны. Если вы придете к власти, что будет с этим договором? – Естественно, мы аннулируем его. И другого выхода варианта я не вижу. – А что в нем такого плохого? – Ну а что хорошего? – Да, вот по-нашему. Будем по-простому. Вот все средства массовой информации трубят, по-другому не назовешь. Что вот Европа нам помогает. Евросоюз выделил МВФ, выделили нам деньги. Строим трассы, дороги. Вот частенько показывают рекламу. Строят трассу Камрад-Чумай. Но пусть проедут эти люди, которые ее рекламируют, которые людям говорят, что вот мы строим Евросоюз. Пусть они проедут по ней, они убедятся. Далеко не пойдем. Надо смотреть на вещи реально. Ее строят уже второй год. И сегодня ее построили, завтра ее поломали. Разве это Европа? Что еще можно сказать? Ну еще какие-то пункты этого соглашения, которые вот никак не приемлемы для нашей страны. Хорошо. Наши предки давным-давно, с покон веков, верой завоевывали, они освобождали нашу родину, нашу страну с верой православной, христианской. Но Евросоюз нам принес европейские ценности. Однополые браки, равноправие с меньшинствами. Какое может быть равноправие, какие могут быть однополые браки, если уже нету целостности семьи? Если Господом создан мужчина и женщина? Как может быть однополый брак? А если Евросоюз несет нам ценности, ломает нашу культуру, нашу историю, нашу веру, наши традиции, как может, это уже мы как народ не будем существовать. Мы просто будем как типа потребителей. Что еще хорошего? Больше хорошего я не вижу ничего. То есть вы уверены, что ничего хорошего европейская интеграция нам принести не может? Ну, я думаю, что нет. И более чем уверен. Таможенный союз, это предполагает только одни преимущества. Ну, я не говорю, в каждом... Везде есть свои плюсы, везде есть минусы. Но насколько мы видим, что в таможенном союзе будет больше плюсов, чем минусов. Нам что важно? Что простому человеку, что важно? Чтобы ему платили хорошую зарплату, чтобы он имел где работать, зарабатывать эту зарплату. А где будет простой человек работать, если нет ни фабрик, ни завода, ничего нет. Что было, все разрушили. Вот и вкратце. А если в таможенный союз мы войдем, откуда появятся эти фабрики, заводы, которые... Инвестиции. Инвестиции. Люди будут инвестировать. Россия давно хочет инвестировать. Но местные власти не дают. Они не дают развиваться местным... Местным фермерам. Без разницы, кто там. Компанию какую-либо будет открывать кто-то. Они не дают развиваться местным. Они вытягивают с Евросоюза деньги для того, что... Вот якобы что-то где-то когда-то будет. Ну, они берут под процент эти деньги. Но эти проценты не только мы. Наши внуки, я думаю, что не рассчитаются с этими процентами. Сколько взяты денег с Евросоюза. И куда они уходят. Они не идут на развитие Молдовы. Они идут кому-то с одного к другому в карман. Вот и все. А такой вариант, что, может быть, не надо никуда идти ни в таможенный союз, ни в Евросоюз. Оставать статус нейтралитета и как-то самостоятельно развивать страну. Без того, чтобы куда-либо интегрироваться. Ну, хорошо. Вы говорите самостоятельно, чтобы развиваться. Чтобы самостоятельно развиваться, нужен для этого в первую очередь хозяин. Вот типа как Лукашенко Александр. Он свою сторону держит. Он запрашивает инвестиции. Россия влаживает инвестиции. Вступил в таможенный союз. И посмотрите на Беларусь. Далеко не ходите. Люди там живут. И живут неплохо. Не за чертой бедности, как у нас. Которые люди получают по 700 лей, пенсионеры. И им дают дотации по 90 лей. Что человек может купить пенсионер на 790 или 800 лей? Ничего он не купит. Если он не имеет там какое-то подсобное хозяйство. Пенсионер не выживет без этого. А возьмите, это хорошо в сельской местности. А в городах. За коммунальные услуги надо платить по 2000. А если человек получает пенсию полторы, ну 1800. Ему даже не хватает на коммунальные услуги. Андрей Николаевич, если вы придете к власти, в вашей партии есть такие руководители, которые вы говорите, что нужен как Лукашенко? Есть такой руководитель? Представитель партии. Михаил Васильевич Горбус. Но тем не менее, если вы придете к власти и будет такой руководитель, почему же тогда не оставаться в статусе нейтралитета? А надо обязательно интегрироваться в таможенный союз? Просто-напросто Молдове не дадут быть нейтралитетом. Кто не даст? Да тот же Северо-Атлантический Альянс. Вот и все. Ну, наша сторона, наши государства, хоть и не такое большое, но есть жители, у которых есть свои разные мнения. Кто-то хочет, допустим, интегрироваться в европейский союз, кто-то хочет в таможенный. Может, надо это как-то учесть, вот эти различные мнения? Да, я вас понял. Были же предложения от многих людей, чтобы сделать референдум по всей Молдове. Для того, чтобы определить люди, что хотят. Таможенный союз, либо Евросоюз. Но наши власти категорически против этого. Провели 2 февраля сего года референдум Гагаузии. Не признали ее ни Евросоюз, ни местные власти. Мало того, они обвинили Михаила Формозала, что он, типа, сделал, как хочет, почву готовить для гражданской войны. Недавно показывали по телевизору, что якобы какие-то там 4 человека приехали с Донбасса, именно с юга Молдавии. Типа, они приехали обучать здесь людей для введения гражданской войны. Но если эти люди действительно были бы какими-то террористами, либо там инструкторами, они нашли бы другой выход приезда в Молдову, не в самолетах. Ну хорошо, вы придете в власть. Вы же рассчитываете на то, что вы придете к власти и можете поменять ситуацию в стране. Так у вас в программе вы идете сразу за таможенный союз, никого не спрашивая, или проводите референдум? Нет, референдум должен быть. В любом случае должен быть референдум для того, чтобы люди высказали свое мнение. Хотят они жить в нейтралитете, либо таможенный союз, либо кто хочет Евросоюз. Должна быть, если говорят, что гласность, гласность, а у нас в стране нет гласности. У нас диктатура демократов, а не демократы. Какие у нас демократы? Если они пришли путем переворота к власти, захватили власть и не спрашивая мнения народа, подписывая ассоциацию с Евросоюзом, что это демократия, это не есть демократия. Это кто власти, кто сильнее, тот и прав. Выходит так. Я считаю так. Может быть мое мнение обманчиво. Это официальное мнение вашей партии. Спасибо, Андрей Николаевич. А теперь свои вопросы могут задать жители нашего города. Мы провели видеоопрос. И вот они расскажут о своих наболевших проблемах. Пожалуйста, конечно. Депутатам, которые будут в эти выборы, думают ли они и смогут ли нам повысить пенсию, чтобы улучшить нашу жизнь старческую? Уважаемые депутаты, нам надоело, чтобы нас обманывали, вот таких молодых, как мы. Мы верим, чтобы правда была. И не заманивали нас туда, куда мы не хотим. Мы не хотим Евросоюз. Наши поколения, даже и молодые, они только стремятся так, чтобы за границу пойти и дальше поехать там, в миру. Волнует вопрос о страховом полюсе. Очень много безработных, которые не могут позволить сегодняшний день купить этот дорогой полюс. Поэтому просьба, чтобы у их родственников была такая система накопления. Допустим, я самому супругу могу передать полюс, когда он заболел. Если я им не пользовалась в течение года-двух. Мы не болели, да. Один раз мы заболели серьезно, и нам нужен полюс. Поэтому вот очень такое предложение, чтобы все-таки он был накопительного свойства. Зарплата низкая. Цены. Садишь в магазин, тысячу лей, так как сто лей. И выходишь пустыми руками. Ну вот я, например, работаю на скорой помощи, и для нас дороги очень важны. Иногда мы из-за качества дорог, мы опаздываем на вызыва иногда. Ну, вообще проблем много в нашей стране, поэтому надо начать с головы, наверное. Самое главное, думаю, что надо подумать о нашем подрастающем поколении и о пенсионерах, которым на сегодняшний день очень тяжело выживать, в прямом смысле этого слова. И я думаю, что надо в первую очередь заботиться о них. Каким образом они должны это делать? Ну, я думаю, что договориться с Молдовой газ. Вот сейчас у нас понизили газ вроде, но на конечном потребителе это не скажется. А для пенсионеров это будет существенной помощью. Я так думаю. Я считаю, что нужно уделить особое внимание образованию, особенно высшему. Мне кажется, что сейчас мы проходим курсы, но они преподаются по старым традиционным методам. Мне кажется, что уже нужно делать акцент на формирование личности, формирование самостоятельной личности, ну, например, студента, чтобы он был активным, имел свое собственное мнение, а не просто вкладывать в него какие-либо знания. Человек должен быть разумным, способным анализировать, способным развиваться и обучаться. Мне кажется, что этому уделяется слишком мало внимания. Чтобы они подумали над вопросом о возврате молодежи, которые находятся за пределами республики, с той целью, чтобы они создали для них рабочие места, а это значит, нужно вернуть те же фабрики и заводы. Чтобы люди, молодежь имела работу, ну, и пожилые тоже, но молодежь особенно, они должны иметь работу, чтобы жили здесь своей семьей, а не врозь, как и дети не видят своих отцов и матерей. Что еще? Ну, чтобы нормализовалось у нас, тоже здесь в Тараклее, чтобы получше были условия, подешевле был газ. Ну, что еще? Так сразу и перечесть. Ну, вот сейчас я даже смотрела по телевизору Лянка, Роман Лянк показывали и спрашивали, почему нету этих выборных в России открытых, чтобы люди бы ходили выбирать. Он сказал так, что в ноябре приезжают, обычно все люди приезжают домой. Ну, конечно, это неправда. И наши люди там очень хотят выбирать, идти на выборы и все, но нет им где пойти, чтобы дали свой голос. Мне кажется, что это специально все делается. Андрей Николаевич, вы услышали вопросы наших горожан. Что вы думаете и какие пути решения вы видите этих проблем? Начнем с первого, насчет выборов. Вот последний был только что вопрос. Почему сделали так, что вот маленькая Италия, там 19 избирательных участков, в России какая большая? Италия, есть области в России, которые в 10-15 раз больше Италии. Почему в России не сделали, например, там 30-40 избирательных участков, а сделали 1-2 и то, уважаемый ГИМПу, в средствах массовой информации недавно выступал и сказал, что и то этого много, потому что их якобы кто-то там будет голосовать, их завербовали спецслужбы ФСБ российской. Если он завербован КГБ от пеленок, это не означает, что все люди такие пошлые, как он. Не надо никогда судить людей всех по себе. Они делают для того, чтобы не могли, на данный момент, насколько мне известно, что в России находится 830-850 тысяч человек. Вот 850 тысяч человек, они бы высказали свое мнение за соединение с таможенным союзом. Но нынешние власти, это цифра очень большая, им не нужно ни к чему, потому что при любом раскладе, если это все произойдет, у них будет намного меньше голосов. Поэтому они делают больше в Европе, избирательных участков, чтобы кто находится в Европе, голосовали именно за них, чтобы их процент на выборах был выше всех. Вот для чего это делается, это первое. Второе, образование. Какое может быть образование? Если образование на корню со школы, поломали полностью все. А если нет образования у населения, это темный народ. Вы можете подробнее объяснить, что значит поломали на корню с самого начала? Ну как? Когда был Советский Союз, образование было на первом месте. Детей учили, с нулевого класса по десятый. Кто-то и шел в высшее образование, кто-то в средней зависимости от развития человека. И, насколько мне было известно, мало кто вообще платного не было образования. А на данный момент сейчас кто имеет деньги, тот учится. А кто имеет способности, тот учиться не может, потому что не имеет денег. И с этого ребенка, за которого родители платят, он никогда не будет специалистом. Что может в будущем даже тот же инженер или тот же, к примеру, врач, как он может лечить человека, если у него диплом куплен его родителями на деньги. У него как таково нет никакого образования, нет никакой теории, никакой практики. Вот и все. Я поняла, а какие пути выхода, какие решения Вы предлагаете? Какие решения? Не надо изобретать велосипед. Он уже давно изобретен. Просто надо его взять и подстроить по себе. Есть очень сильная сейчас идет реформа в России по поводу образования. Просто перезанять у наших соседей. Перенять опыт. Перенять опыт и все. И не надо изобретать его. Только под менталитет нашего многонационального народа Молдовы. Еще там были озвучены вопросы по поводу... Здесь газ, нефтепродукты, вот это пенсионерам. Да, может быть Россия она дает нам подешевле. И газ, и нефтепродукты. Ну, там правильно заметила какая-то женщина, там говорила, что до конечного потребителя оно как было, по 6 лет так оно и останется. Потому что им уже неоткуда наполнять карманы. Они на любой мелочи будут от людей отбирать, положить себе в карманы. Аэропорт уже давным-давно продали. Больше нечего продавать. Сейчас они будут с газа, с нефтепродуктов будут отбирать последние от людей. А вы, вы что предлагаете? Что мы предлагаем? Не надо ничего предлагать, не надо людей обманывать. Пришел газ по одной цене. Естественно, Молдгаз должен иметь какой-то процент свой. Но это не должно касаться потребителя конечного. Не заламливать им цены космические. Я понял. Вот и все. Что предлагать? Хорошо. По поводу медицинской страховки. Что вы можете сказать? То же самое могу сказать. По поводу накопительного фонда. Перенять не надо придумывать ничего. Перенять и у наших соседей. У России. Посмотрите, у них уже Владимир Владимирович Путин 14 лет у власти. За 14 лет он сформировал структуру накопительного. Страхование и пенсии. Еще там спрашивали про повышение пенсии. Повышение пенсии. Как вы будете решать эту проблему? Повышение пенсии. Как можно обещать человеку золотые горы изначально, если у Молдовы неоткуда взять данных пенсий, чтобы поднять их резко? Это естественно будет. Как сделали вот Россия? Заканчивается, да? Как сделали в России накопительный взнос? Исходя от зарплаты, какой-то процент уходит на накопительный фонд на будущее для пенсии. Естественно, с этого фонда берется и поднимается пенсия у существующих пенсионеров. Хорошо, спасибо, Андрей Николаевич. У меня будет к вам еще один вопрос. Это уже касается нашего района. Происходили у нас соборы Болгар, общереспубликанские. Первый и второй были неоднократные обращения к центральным властям о придании статуса национально-культурного района Тараклия. Района, в котором компактно проживает Болгар. Как вы считаете, можно придать такой статус нашему? А почему бы и нет? И к вашей визине вот этой вот проблемы? Почему бы и нет? Мы далеко не будем ходить. Когда натовцы разбомбили Сербию, Косово придали статус национальный. Только здесь бомбить не надо. Вот и все. Зачем бомбить? Если человек хочет что-то. Здесь же не приехали болгары с Болгарией и хотят кусочек Молдовы сделать свою Болгарию. Ихние предки здесь жили. Почему бы им не придать статус? Также есть большая вероятность, что почему не открыть школы болгарские на территории Тараклийского района? У нас преподается болгарский язык. Изучаем. И изучайте одно. А когда полностью будет школа на болгарском, почему бы и нет? Как вот сделали Крым в Крыму. Татары, пожалуйста. Хотите татарский на татарском образовании? Пожалуйста вам на татарском. Не надо, я сколько раз говорю, не надо изобретать что-то. Надо просто перенимать хорошее от других стран. А у нас в нашей стране большинство плохого перенимает. И навязывает народу против его воли. Хорошо. Если вы придете к власти, и опять же это требование сохранится, это просьба болгарской общины, республики, города и района, вот сохранится такая просьба, будут хотеть вот этот статус. Вы гарантируете, что вы обеспечите его? Конечно, да. А почему бы нет? Хорошо, спасибо. Спасибо, Андрей Николаевич. У меня к вам будет еще один вопрос. Также она звучала в видеоопросе. Проблема миграции. И именно миграции молодого трудоспособного населения. Что с этим делать? Народ почему мигрирует? Это была политика сделана для того, чтобы активное население страны покинуло данную страну. Взяли, разрушили все. Я уже говорил вам, что разрушили фабрики, заводы, что находилось на территории Молдовы еще со времен Советского Союза. Разрушили все, перепродали. И активное население эмигрировало. Для этого что надо сделать? Вкратце. Заново. В первую очередь нужны инвестиции, чтобы построить эти фабрики, заводы. А когда это уже все будет, даже когда оно начнется строиться, уже большая часть населения, молодого, активного, будет иметь работу, рабочие места. Когда заработают фабрики, заводы, заработают сельские хозяйства. Возьмите он, да не только в Тараклийском районе, по всей Молдове. Проверьте по стране и посмотрите, везде заросли, земли брошены. Потому что человек не может обрабатывать ту же землю. Вот обещает правительство нынешнее, что кто не будет обрабатывать землю, будем давать по тысячу лиль. Для того, чтобы эту землю забрать и будут обрабатывать они якобы. Но это опять господа извне будут влаживать свой капитал. И опять кто же будет обогащаться? Господа из-за рубежа и местной власти. Кто власть? Тот будет обогащаться. А народ как был нищим, так и останется. Андрей Николаевич, спасибо. У вас остается одна минута. Я предоставляю ее для обращения к нашим избирателям. Что я могу сказать избирателям? Это ваше право. Выбирайте, думайте. Ну, если вы хотите, как и до по сей день жили 4 года в бедности, нищете, так оно и будет продолжаться. А пока идет предвыборная агитация, они много чего говорят, рассказывают, придумывают. Вам решать. Смотрите. Смотрите просто реально на вещи. Что происходило. И то же самое будет происходить. Только до сих пор было что воровать, а теперь не будет. Уже нечего воровать. Уже все давно вывезли. Это все? А что я могу сказать? Пусть люди думают. Спасибо, Андрей Николаевич. Я благодарю вас. Зачем рассказывать? Я благодарю вас. Нескому рассказывать, пусть они рассказывают. Я благодарю вас за ваше участие. Я вкратце скажу. Вот были бы, лига. Там защищенные семьи. Как могут быть защищенные семьи? Они обещают, что будут защищать семьи. Они уже не защищенные. Если ты своего ребенка... Андрей Николаевич, ваше время не стекло. Я благодарю вас за участие. Напоминаю нашим телезрителям, что в студии у нас сегодня был Андрей Миронов. Партия Патриота Молдовы. Следующие дебаты пройдут на нашем телеканале в понедельник в это же время. Приглашены представители следующих политформирований. Избирательный блок, выбор Молдовы, таможенный союз. Народная партия Республики Молдова. И Демократическая партия Молдовы. С вами была Лидия Посларь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова